МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан на первом месте среди стран СНГ по вводу жилья. Об этом на заседании правительства сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития. Чтобы не сбавлять темпов, необходимо применять ряд дополнительных мер, считают в правительстве. Одним из приоритетных является импортозамещение. Отличным подспорьем в этом вопросе является программа льготного кредитования экономика простых вещей. В рамках работы по импортозамещению реализуется 33 новых проекта. Их ввод позволит увеличить долю казахстанского содержания в жилищном строительстве до 95% и создаст порядка 8 тысяч новых рабочих мест. В нынешних условиях важнейшей задачей правительства является наращивание темпов строительства, обеспечение населения жильём, сохранение действующих и создание новых рабочих мест. Сегодня в строительной отрасли задействовано порядка 700 тысяч наших граждан. Ответственным лицам поручаю своевременно начать строительный сезон, обеспечить ввод запланированного объёма жилья и полное освоение выделяемых средств. Что касается непосредственно Алматинской области, то в этом году планируется ввести порядка 940 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 130 тысяч в рамках Нурлежер. Благодаря госпрограмме более 1700 семей обретут крышу над головой. В целях недопущения срыва сроков сдачи глава ЖИЦУ поручил ответственным лицам держать реализацию проекта на постоянном контроле и систематически докладывать о ситуации. Также Амандык Баталов напомнил о необходимости заблаговременно предусмотреть моменты касательно благоустройства и возведения социальных объектов. Обсудили участники селекторного заседания и вопросы модернизации ирригационной инфраструктуры. В нынешнем и следующем году в Казахстане будет реконструировано 6785 км каналов. Эти, а также иные работы позволят дополнительно ввести орошение почти на 500 тысячах гектарах земли в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Казалардинской и Актюбинской областях. Подытожив совещание, глава Кабмина Аскар Мамин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов провести работу по максимальному и безусловному освоению вводимых орошаемых земель и подведению необходимой инфраструктуры. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Новые условия. Количество получателей пособия в размере 42 500 тенге увеличено в Казахстане. Если раньше претендовать на госпомощь могли 4 категории граждан, то теперь их 7. Такой информацией поделились ответственные лица в ходе брифинга на площадке ЖТСУ Медиа. Об этом и других нововведениях расскажет мой коллега Дамир Анитов. Нововведение вступило в силу 3 апреля текущего года. Теперь претендовать на заветные 42 500 могут работники малых и крупных предприятий, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, а также сотрудники некоммерческих организаций. В их числе нотариусы, адвокаты, юристы и прочие. Кроме того, благодаря упрощению механизма получить пособие от государства станет в разы легче и быстрее, говорят эксперты. Это надо было сканировать, прилагать и файлом прикреплять к порталу. Сейчас все это отменили. Ничего не надо. То, что он нуждается, что он потерял доходы, подтверждается его электронной цифровой подписью. В эти дни, несмотря на режим ЧП, отделение Казпочты и банка второго уровня переполнены людьми. Как стало ясно, штурмуют они госучреждения, вынуждены. Чтобы получить соцпомощь в размере 42 500, необходим лицевой счет. Увы, без него денег на карточку никто не отправит. Многие люди, не зная, приходят к нам открывать счет. Прежде чем открыть счет, необходимо отправить сообщение на 05 25, чтобы они выяснили, положено им этот 42 500 или не положено. Им приходит сообщение о том, что вы зарегистрированы, отправить счет. Можно открыть онлайн режиме, или у вас есть карточки, или раньше были открыты счета, можно эти счета воспользоваться. Любой счет пригоден для этого. Деньги будут поступать на любой счет. Везде, в интернете, в газетах и по телевизору. Каждый день, каждый час об этом говорят. Но народ, не знаю, слышит, не слышит, но почему-то все время приходит. «Яговкий Зет» работает некорректно. Жалуются люди в социальных сетях. Ответственные лица связывают это с огромным наплывом пользователей. Госпортал не способен принять единовременно много посетителей. Впрочем, о проблеме власти страны осведомлены и уже внедрили новые методы. Для снижения нагрузки на «Ягов» была задействована электронная биржа труда «Янбек.кз». Кроме того, получить необходимые услуги можно и через сайт почты.пост.кз, а также через телекрам-боты, которые имеются в каждом регионе нашей страны. Все это поможет существенно сократить время, уверяют эксперты. Однако некоторое время проблемы со сбоями все же будут. Для изучения и фильтрования заявок во всех городах районах Алматинской области созданы оперативные штабы. Здесь назначенные специалисты регулируют все процессы. Ответственные лица тщательно рассматривают все запросы. Затем отправляют их в фонд специального страхования. И в течение одного рабочего дня станет ясно, кто сможет получить пособие. Дамир Анитов, Жай Курманбаев, Аблай Кутукпай, Телеканал ЖИЦУ. Продолжаем выпуск. В Казахстане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы. Ряду субъектов малого и среднего бизнеса будут предоставлены преференции в виде отсрочек платежей по налогам и социальным отчислениям. В том числе кинотеатры, торгово-развлекательные комплексы, театры, выставки и так далее. Также коэффициент по нулевой ставке установлен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг. Об этом заявили представители Департамента гостоходов по Алматинской области. Отметим на период действия чрезвычайного положения органами дополнительно приняты меры по отмене принудительного взыскания задолженности. Все для того, чтобы граждане смогли беспрепятственно получить социальные выплаты. Коэффициент 0 устанавливается по налоговому обязательству на 2020 год, а на 2019 год не распространяется. Так как срок представления декларации наступает на этот год, за прошлый год, льгота по начислению налога за прошлый год не предусмотрена. По тем категории налогоплательщиков, которые занимаются импортами и реализацией социально значимых товаров, сумма НДС, ставка НДС уменьшена с 12% до 8%. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова